В левой руке у меня Note 9 и в правой руке у меня Note 9. В этом видео мы выясним, что же в них нового по сравнению с предыдущим поколением и попробуем понять, зачем же встроили Bluetooth вот в этот маленький стилус. Это Droider, с вами Валерий Истишев. Поехали! Samsung стало тесновато в Берлине на IFA и они представляют свой смартфон Galaxy Note 9 отдельно в Нью-Йорке на собственной презентации. Если немного вспомнить историю, самый первый Galaxy Note был представлен в Берлине на выставке IFA 2011 в соответствующем году. Я помню, как директор Samsung вышел на сцену и сказал, что они придумали новую категорию. New category, как он сказал дословно. И действительно у Samsung получилось придумать что-то совершенно новое. Телефоны с большими экранами и со стилусом. Да, сейчас много телефонов с большими экранами, но со стилусом продолжают делать только корейские производители, а именно Samsung. И только эти телефоны со стилусом действительно пользуются спросом. Почему? Давайте выяснять. Начнем с того, что семейство Samsung Note относится к таким как бы бизнес-флагманам. Есть S-версии, SS9 и есть Note-версии. И как бы разные люди это выбирают. Но основное отличие, конечно же, это вот этот вот стилус. И в синей версии он желтого цвета, как вы, наверное, видели на фотографиях-утечках. Мы не раз говорили об этом в шоу. И вообще, интернет был просто наполнен этими фотографиями. Большинство характеристик, да что там говорить, все характеристики утекли заранее. Но все-таки у Samsung осталось еще несколько интересных особенностей, чем они нас могут удивить. Но все равно давайте пробежимся по железу. Galaxy Note 9 представлен в четырех цветах. Основной это вот этот вот синенький и у него, что самое интересное, вот такой вот ярко-желтый стилус. Второй это черный, стандартный. Есть еще розовый и мой любимый медный. Вот так он выглядит. И у него, кстати говоря, стилус тоже под цвет. Вот он, дружок. И сразу интересная особенность стилусов и цветов. Когда вы вытаскиваете стилус из, например, такого вот медного телефона, вы будете писать красивым медным цветом. Ну или так, точнее, немножечко таким коричневым. Если же у вас Galaxy Note синего цвета, то отгадайте, каким цветом будет писать стилус. Да, с желтым. Ярко-желтым цветом. Кстати, приятно, что стилус можно вставлять любой стороной. Что так? Что так? Что касается дизайна самого смартфона. Давайте посмотрим его со всех сторон. Сзади у нас два окошечка камеры. Внизу находится сенсор отпечатка пальцев, по которому, в принципе, достаточно удобно можно попасть одной рукой. Ну, то есть, когда у вас телефон вот так перевернут, вы находите пальцем это окошечко без труда. Проблема была в Galaxy S8 и Galaxy S9, но здесь ее нет. Вспышечка у нас, ну, все как обычно. В принципе, модуль камеры перекочевал полностью с Galaxy S9+, только с некоторыми софтверными изменениями. Корпус Galaxy S9 не сильно отличается от предыдущего поколения. Конечно, его не спутаешь, если держать в руке. Сзади все-таки у нас совершенно другое расположение модуля камеры отпечатка пальцев. Но, что касается вообще общей концепции, то, в принципе, примерно одно и то же. Здесь у нас Infinity Display, как его Samsung называет. Такой большой, на полный экран, без выреза сверху. Сам аппарат стал чуть толще, но за счет вот этих изгибов по бокам и из срезов у металлической рамки, в принципе, в руке он ощущается так же или, может, даже немножечко тоньше. Кстати, толще он стал неспроста. Все потому, что у него внутри стоит батарейка на 4000 мАч. Это самая большая батарейка среди смартфонов Samsung. И эта штука, скорее всего, будет долго жить. День точно. Ну, может быть, даже на полтора или два можно будет растянуть. Конечно, это нужно будет уже тестировать потом. Еще одна деталь корпуса IP68 защита от влаги. Притом стилус, который у нас теперь приобрел функциональность пульта. Пульта, пульта, да. Он тоже у нас влагозащищен по стандарту IP68. Так что все полностью. Даже вот это вот отверстие внутри каким-то образом защищено от влаги. Можно купаться, может быть, даже в сауну ходить, но я бы не посоветовал. Что касается начинки. Для разных стран будет стоять разный процессор. В России у нас будет Exynos 9810, а также будет еще Qualcomm Snapdragon 845. Оперативки внутри 60 или 8, в зависимости от модели. А моделей будет две. На 128 гигабайт внутренней памяти и на 512. Что приятно, внутри также есть слот для microSD-карты до 1 терабайта. Представляете, можно на полтора терабайта зарядить ваш Galaxy Note. В общем, по поводу карты памяти возник некоторый спор. Все-таки внутрь можно вставлять карту памяти до 512 гигабайт. И, в общем, получится 1 терабайт. Полтора не получится. Но если только не выпустят карту на терабайт. И если Samsung ее не будет поддерживать. Ну, короче говоря, посмотрим. Что касается экрана. Конечно же, с этим у Samsung все в порядке. Яркий, клевый, изогнутый. Разрешение у нас Quad HD+, а именно 2960 на 1440 точек. Ну, в настройках, естественно, можно поменять рабочее разрешение. Чтобы он шустрее работал и меньше сжал батарейку. Работает смартфон на Android 8.1. Конечно же, с изменениями от Samsung в виде нового TouchWiz. Ну, точнее, он не сильно, на самом деле, обновился. По сравнению с предыдущим все примерно такое же. Ну, и как бы, я думаю, и версия, наверное, не поменялась. Ну, короче говоря, на новом Samsung, как всегда, все работает очень быстро и шустро. И вот тут на презентации, даже на тестовом девайсе, все открывается, закрывается, многозадачность включается. Все прекрасно листается. Но, если посмотреть на этот девайс через месяц, то, скорее всего, все немножечко изменится. Он будет немножко подлагивать. Но, может быть, и нет. Посмотрим. Все зависит от того, насколько молодцы программисты из корейской компании. Ну, и, наконец, переходим к главному нововведению в Galaxy Note 9 по сравнению с предыдущим Galaxy Note 8. А именно, к этому вот стилусу маленькому, желтенькому. А внутри у нас спрятался модуль Bluetooth Low Power Use. Bluetooth Low Power Use, почти рифма. И батарейка, очень маленькая, которая заряжается всего за 40 секунд. А заряда вот этого стилуса хватает на полчаса работы. Вполне себе. Но, я думаю, возникает резонный вопрос, зачем внутрь этого маленького стилуса встраивать Bluetooth. И Samsung нашли ответ. Во всяком случае, несколько ответов. Во-первых, вы можете использовать эту штуку во время презентации, переключая слайды. Когда вы подключаете ваш девайс через HDMI-провод к телевизору. Там, кстати говоря, встроена система DEX. Это раньше была отдельная коробочка. А теперь она встроена в телефон. Вы можете просто подключить и использовать даже два экрана. Одновременно и ваш Galaxy Note, и DEX на экране. И вот этой кнопочкой переключать слайды. Например, одним кликом будет включаться следующий слайд, а двойным кликом будет включаться предыдущий. Второй сценарий использования наверняка будет самым частым, а именно в камере. Вот когда у нас телефон выключен, вы просто держите кнопку на стилусе, и у вас автоматически запускается камера. Вот она запустилась. Я не вру. И нажатием на стилус вы можете просто делать снимки. Например, если вы поставили ваш аппарат далеко от вас, и хотите сделать красивое селфи на фоне какого-нибудь огромного здания, тут в Нью-Йорке их немало, пожалуйста, у вас есть возможность. На 10 метров можно отойти от телефона с этим стилусом, и все будет работать. Так, давайте попробуем. Оп, селфи-камера. Нажимаем на кнопочку, щелк, и вот у нас уже есть себяшечка, сделанная на стилус, ну или с помощью стилуса. Из других сценариев Bluetooth стилуса можно переключать фоточки в галерее. Вы так нажимаете, это у нас следующая фотка, а двойным нажатием, оп, будет предыдущая. Удобно, когда вы отдали кому-то телефон и отдельно переключаете фотки. Не знаю, как часто вы это делаете, но возможно. Но если он транслирует все это на телевизор, в принципе, наверное, это достаточно удобно. И третье, точно таким же образом можно управлять видеороликами. Ну и чуть не забыл о самой основной функции стилуса. Все-таки с помощью него вы можете рисовать, писать. И мне очень нравится, как они вот поиграли с цветами. Желтый стилус пишет желтым, медный, медным и так далее. Но я уже показал это в начале. Можете на заблокированном экране это делать. Можете также управлять смартфоном с помощью стилуса, выполнять какие-то задачи. Есть специальная кнопочка, которая позволяет нам запускать различные приложения, входить в разные режимы. Все это делается с помощью S-Pen. В принципе, то же самое все было на Galaxy Note 8. Тут это, естественно, немного улучшено. Но, в принципе, каких-то конкретных таких улучшений, о которых стоит сказать, здесь нет. Ну, либо они будут выяснены уже в более продолжительном тесте. Но вообще Samsung возлагает большие надежды на стилус или S-Pen. И они даже сделали отдельный SDK для разработчиков. И разработчики приложений смогут добавлять функционал удаленного управления. Если есть желание, напишите в комментариях свои идеи удаленного использования стилуса S-Pen. А я самое интересное обязательно лайкну. Основные изменения камеры в основном коснулись софтверной составляющей. То есть, опять же, тут используется у нас искусственный интеллект, который определяет различные объекты. Кроме того, камера еще сама может сказать, если она заляпана. Если человек моргнул на кадре, она тоже подскажет. В принципе, интересные фишечки такие, знаете, бытовые. Ну и, кроме того, был прокачан режим low light. Теперь эта камера должна лучше фотографировать в темноте. И лучше делать портреты в темноте. То есть, портреты имеются в виду режим live focus. Это называется у Samsung. Ну, вот мы сейчас смотрим просто фотографию, сделанную при хорошем свете. Вот если сильно приближать, конечно, мы видим кашу. Но, в принципе, это нормальная, четкая фотография. Что касается селфи-камеры, это 8 мегапикселей. Ну, не сказать, что мне очень нравится этот снимок. Я не очень удачно получился. И, на самом деле, какой-то немножечко размазанный. Ну, ну да ладно. Что же нового нам принес Galaxy Note 9? Во-первых, это стилус со встроенным Bluetooth, который можно использовать в качестве пульта. И разработчики будут придумывать какие-то дополнительные кейсы использования. Я надеюсь. Во-вторых, это телефон со встроенной оболочкой DEX. То есть, его вы можете использовать в качестве компьютера даже в какой-то мере, подключая к телевизору или к монитору. Ну, и, в-третьих, это, в принципе, просто хороший и самый дорогой на сегодня смартфон от Samsung. Чтобы понять, насколько хороша камера, насколько долго живет батарейка и другие особенности смартфона выяснить, конечно же, нужно его тестировать более продолжительно, а не просто посмотреть на девайс на презентации. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить отдельный обзор. Я думаю, наши руки до него доберутся, распакуют, посмотрят. В общем, пишите в комментариях, если вы хотите это увидеть на нашем канале. Это Дроидер, с вами был Валерий Истишев и до встречи в будущем.